Сегодня пойдет речь о циклоне, о самодельном циклоне, но сразу скажу, циклон я не буду в этом видео делать, он уже у меня готовый. Сегодня пойдет речь о том, что делать, чтобы у вас не всхлопывалась бочка у циклона. Те, кто пользовался самодельными циклонами, знают, что это в принципе очень удобная вещь. Она удобна как в своей мастерской, так и при ремонте. То есть она убирает строительную пыль, строительный мусор в отдельную емкость, не в сам пылесос. И если у вас нет дорогостоящего строительного пылесоса, то это в принципе очень хорошее решение, чтобы собирать грязь и мусор на строительной площадке или во время ремонта. Единственная, скажем так, ложка дегтя в бочке меда, это все-таки всхлопывание емкости. Многие люди даже в интернете снимали ролики, они искали решение всхлопывания тары, пытались как-то усилить корпус, вставить какие-то дополнительные ребра жесткости, кольца в бочки, сваренные из металла вставить. Но все это особого эффекта не давало. И вот сегодня я вам скажу, что решение найдено. И самое главное, что оно очень простое и довольно-таки бюджетное. Я вам сейчас покажу на примере своего самодельного циклона, как это работает. Сразу хочу обратить внимание, что бочка у меня уже деформированная, потому что этой бочке уже около трех лет. Она не один десяток раз уже была всхлопнута, но за счет того, что на ней стоит толстый и качественный пластик, то есть она деформируется и потом вручную ее можно расправить, выправить. И вот после нескольких десятков всхлопываний, то есть как бы вы аккуратно не работали, все равно бывает, что пылесос залип и у вас бочка всхлопывается. Со временем я ее выправлял, но тем не менее, вот уже деформация такая осталась, но больше она уже не изменяет свою геометрию, то есть она вот такая. Те, кто на стройке использовал металлические ведра из-под краски, там 20-30 литровые, знают то, что после всхлопывания это ведро просто там в узел завязывает и далее его использовать уже у вас не получится. Если вы будете использовать какие-то тоненькие маленькие ведра пластиковые, его тоже после всхлопывания сразу рвет и как бы применить его уже повторно не получится, потому что оно будет все рваное. Итак, друзья, давайте сейчас покажу, как это работает, а потом расскажу, в чем здесь секрет. Вы видели, как работает эта система. Я перекрывал полностью трубу, держал ее долгое время. Естественно, бочка немножко сжимается и дальше всхлопывания не происходит. Многие скажут, что в любом пылесосе, в стандартном, есть специальное окошко на трубе, которое вы открываете и уже у вас, даже если поставите бочку, уже она никогда не всхлопнется. Да, друзья, есть такая фишка, я ей пользовался, ну не пользовался, а пробовал первое время. Сразу скажу, что это не рабочий способ, потому что если вы работаете с инструментом, с открытым окошком, тяга у пылесоса пропадает практически в два раза, то есть понижается в два раза. И она уже не справляется с такими инструментами, которые очень много выделяют, либо стружек, либо опилок. Поэтому для мастерских и для ремонта этот способ вообще не подойдет. Здесь секрет немножко в другом. И давайте я вам покажу, в чем. Итак, друзья, весь секрет прост, и он состоит вот в таком девайсе. Это обратный клапан. Сейчас я вам сразу скажу маркировку. Маркировка, которая на нем написана, это R053STM 1,2 дюйма. Сейчас постараюсь вам продемонстрировать. Если кому пригодится, то я думаю, что без труда вы можете найти. Сразу совет. Для крепления в крышке своей емкости возьмите вот такую гайку, которая будет подходить. То есть вот таким образом между крышкой вы ее зажмете. Еще хочу обратить ваше внимание, на обратном клапане указана стрелочка. Чтобы установить этот обратный клапан правильно, то стрелочка должна смотреть внутрь бочки. На моей бочке это замечательно работает. Может быть с металлическими ведрами лично я не пробовал. Возможно, это не будет так эффективно работать, потому что вот этого вот люфта у пластика хватает. На металле, возможно, он будет как-то сжиматься изначально и уже не возвращаться. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Я думаю, что большинство людей, которые разочаровались в самодельных циклонах именно из-за всхлопывания, теперь могут заново вернуться к ним. И вы сами понимаете, что это очень удобно и очень бюджетно. Вот такую вещь, по-моему, я покупал. Рублей 250 отдавал и за гайку еще где-то рублей 100. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Этих денег это однозначно стоит. И проблема с хлопыванием бочек уже решена. То есть своей мастерской я пользуюсь, очень довольный. Теперь вообще даже раньше, если как-то осторожно пылесосил, теперь если даже там засосет бумагу или тряпку, там не столь важно, там вытащил и все. То есть нету такого, прям сломя голову, бежишь выключать этот пылесос, вообще уже пофигу. Она не всхлопывается и работать стало намного удобнее. Друзья, если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Для тех, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. А на сегодня у меня все. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока!